Я судьбу благословил Пустынным снегом занесенный Твой колокольчик огласил Молю святое провидение Да голос мой, душе твоей Дарует тоже утешение Да озарит он заточение Лучом лицейских ясных дней Как быть, надобно приняться за стрину И то уж совестно Что так долго откладывалось Давнишнее обещание Поговорить с вами на бумаге Об Александре Пушкине Прошу терпеливо и снисходительно Слушать немудрый мой рассказ Невольным образом в этом рассказе Замешивается и собственная моя личность Прошу не обращать на нее внимания 1811 года в августе Числа решительно не помню Дед мой, адмирал Пущин Повез меня и двоюродного брата моего Петра К тогдашнему министру народного просвещения Графу Алексею Кириловичу Разумовскому У меня разбежались глаза Кажется, я не был из-за стенчего десятка Но тут как-то потерялся Глядел на всех и никого не видел Вошел какой-то чиновник с бумагой в руке И начал выкликать по фамилиям Я слышу Александр Пушкин Выступает живой мальчик Курчавый, быстроглазый Тоже несколько сконфуженный Посходствовали фамилии Или почему другому Несознательно сближающему Только я его заметил с первого взгляда Не припомню кто Только чуть ли не Василий Леонидович Пушкин Привезший Александра Подозвал меня и познакомил с племянником Мы положили часто редакцию Между тем, когда я достоверно узнал Что и Пушкин поступает в лицей То на другой же день отправился к нему Как к ближайшему соседу С этой поры Установилась и постепенно Росла наша дружба Основанная на чувстве Какой-то безотчетной симпатии Все мы видели Что Пушкин нас опередил Многое прочел О чем мы и не слыхали Все, что читал, помнил Но достоинство его состояло в том Что он отнюдь не думал Выказываться И важничать Как это очень часто бывает В те годы со скороспелками Все научное он считал ни во что Как будто желал только доказать И сказать, что он мастер бегать Прыгать через стулья Бросать мячик и прочее Среди дела и безделья Незаметным образом Прошло время до октября В лицее все было готово И нам велено было Съезжаться в царское село Настало, наконец, 19 октября День, назначенный для открытия и цели Этот день Памятный нам первокурсным Не раз был воспет Пушкиным В незабвенных для нас его стихах Знакомых больше или меньше И всей читающей публики Вы помните, когда возник лицей Как царь для нас Открыл чертог царицам И мы пришли И встретил нас куницын Приветствием межцарственных гостей Тогда гроза 12-го года Еще спала Еще Наполеон Не испытал великого народа Еще грозил и колебался он Жизнь наша лицейская Сливается с политической эпохой Народной жизни Русской Приготовлялась Гроза 12-го года Эти события сильно отразились На нашем детстве Началось с того Что мы провожали Все гвардейские полки Потому что они проходили Мимо самого лицея Сыны Бородина Окульмский герой Я видел, как на брань Летели ваши строй Душой торжественной За братьями летел Так вспоминал Пушкин Это время В 1815 году Вы помните Текла за ратью рать Со старшими мы братьями прощались И в сень наук С досадой возвращались Завидуя тому Кто умирать Шел мимо нас И племена сразились Русь обняла Течливого врага И заревом московским Мозорились Его полкам Готовы с него Когда начались Военные действия Всякое воскресенье Кто-нибудь из родных Привозил реляции Газетная комната Никогда не бывала Пуста в часы Свободной от классов Читались на перерыв Русские иностранные журналы При неумолкаемых толках И прениях Всему явно Сочувствовалось у нас Опасения сменялись восторгами При малейшем Проблеске к лучшему Таким образом Мы скоро сжились Свыклись Образовалась Товарищеская семья В этой семье Свои кружки В этих кружках Начали обозначаться Больше или меньше Личности каждого Тут и образовались Связи На всю жизнь Пушкин Пушкин с самого начала Был раздражительней многих И потому не возбуждал Общей симпатии Это удел Эксцентрического существа Среди людей Чтобы полюбить его Настоящим образом Нужно было Взглянуть на него С тем же полным Расположением Который знает И видит Все неровности характера Мирится с ними И кончает тем Что полюбит даже их Вдруги товарищи При самом начале Он наш поэт Надо бы рассказать Что все профессора Смотрели с благоговением На растущий талант Пушкина В математическом классе Вызвал его раз Корцов к доске И задал алгебраическую задачу Пушкин долго Переминался с ноги на ногу И писал какие-то формулы Корцов спросил Наконец Ну что же вышло Чему равняется Икс Пушкин улыбнулся И ответил Нулю Хорошо у вас Пушкин В моем классе Все кончается нулем Садитесь на свое место И пишите стихи Спасибо, что Корцову Что он Из математического фанатизма Не вел войны С его поэзией На публичном нашем экзамене В 1815 году Державин державным своим благословением Увенчал Увенчал юного нашего поэта Пушкин тогда читал Воспоминания 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 Субтитры Воспоминания Читал Пушкин С необыкновенным оживлением Слушая знакомые стихи Мороз по коже пропекает у меня О, громкий век военных споров Свидетель славы россиян Ты видел, как орлов, румянцев и суворов Потомки грозные славян Перуном Зевсовым победу похищали Их смелым подвигом страша сдивился мир Державин и Петров героям честь Прицали С плунами Кромозвучим Когда же Патриарх наших певцов В восторге, со слезами на глазах Бросился целовать И осенил кудряву его голову Мы все под каким-то Неведомым влиянием Благоговейно молчали Хотели сами обнять нашего певца И его уже не было Он убежал Невозможно Передать вам всех подробностей Нашего шестилетнего существования В царском селе В мае 1817 года Начались публичные выпускные экзамены Разлука с товарищеской семьей была тяжела Наполнились Альбомы и стихами И прозой В моем остались стихи Пушкина Взглянув когда-нибудь На тайный сей листок Исписанный когда-то мною На время улети В лицейский уголок Всесильной Сладостной мечтою Друзья мои Прекрасен наш союз Он как душа Неразделим и вечен Неколебим Свободен И беспечен Срастался он под сенью Дружных мус Куда бы нас не бросила Судьбина И счастье куда б не повело Все те же мы Нам целый мир чужбина Отечество нам Царское село Встреча моя с Пушкиным На новом нашем поприще Имела свою знаменательность Я уже поступил в тайное общество Обстоятельства так расположили моей судьбой Первая моя мысль Была открыться Пушкину Не знаю к счастью ли его или несчастью Он не был тогда в Петербурге А то не ручаясь Что в первых порывах По исключительной дружбе моей к нему Я может быть увлек бы его за собой Тогда везде ходили по рукам Переписывались и читались наизусть Его деревня Ода на свободу Ура в Россию скачет Не было живого человека Который не знал бы его стихов Пока свободою горим Пока сердца для чести живы Мы друг отчизне посвятим Души прекрасные порывы Товарищ Верь Зайдет она В заря пленительного счастья Россия вспрянет ото сна И на обломках самовластия Напишут наши имена В январе 1820 года Я должен был ехать в Бессарабию В мае Возвратился в Петербург Там я пустился Разузнавать об Александре Узнал Что в одно прекрасное утро Пригласил его полицмейстер Графу Милорадовичу Тогдашнему петербургскому Военному генерал-губернатору Когда привезли Пушкина Милорадович приказывает Полицмейстеру ехать в его квартиру И опечатать все бумаги Пушкин слышит приказание Говорит ему Граф, вы напрасно это делаете Там не найдете того, что ищете Лучше велите дать мне перо и бумагу Я здесь же все вам напишу Милорадович Тронутый этой свободной откровенностью Торжественно воскликнул Ах, это по-рыцарски И пожал ему руку Пушкин сел Написал все контрабандные свои стихи И попросил дежурного адъютанта Отнести их графу в кабинет После этого подвига Пушкина отпустили домой И велели ждать дальнейшего приказания Вот все, что я дознал в Петербурге Еду потом в царское село К директору лице Энгельгарту Директор сказал мне Что государь встретил его в саду И пригласил с ним пройтись Энгельгард, сказал ему государь Пушкина надобно сослать в Сибирь Он наводнил Россию возмутительными стихами Вся молодежь наизусть их читает Мне нравится его откровенный поступок с Милорадовичем Но это не исправляет дело На крыльях вымысло носивый Ум улетал за край земной И между тем грозы незримы Сбирало стучи надо мной Я погибал Святой хранитель Первоначальных бурных дней О, дружба, нежный утешитель Болезненной души моей Ты умолила непогоду Ты сердцу возвратила мир Ты сохранила мне свободу Кипящей младости пули Забытой светом и молвою Далече от брегов не вы Теперь я вижу пред собой Кавказа гордые главы Над их вершинами крутыми На скате каменных стремнин Питаюсь чувствами немыми И чудной прелестью картин Природы дикой и угрюмой Душа, как прежде Каждый час Полна томительной думы В 1824 году узналось Что Пушкин из Одессы Сослал на жительство Псковскую деревню отца своего Под надзор местной власти С той минуты, как я узнал, что Пушкин в изгнании Во мне зародилась мысль Непременно навестить его Собираясь на Рождество в Петербург Я предположил съездить в Псков к сестре Оттуда уже рукой подать Михайловской Как сказано, так и сделано Погостил у сестры несколько дней И вечером пустился из Пскова В острове проездом ночью Взял три бутылки клейко И к утру следующего дня Уже приближался к желаемой цели Не было силы остановить лошадей У крыльца Протащили мимо и засели в снегу Нерасчищенного двора Я оглядываюсь Вижу на крыльце Пушкин Босиком В одной рубашке С поднятыми вверх руками Не нужно говорить, что туда во мне происходило Выскакиваю из сани Беру его в охапку И тащу в комнату На дворе страшный холод Но войны и минуты Человек не простужается Смотрим друг на друга Целуемся Молчим Наконец Пробила слеза Она и теперь через 33 года Мешает писать в очках Было около 8 часов утра Все это происходило на маленьком пространстве В небольшой комнате Помещались кровать с пологом Письменный стол Диван Шкаф с книгами И прочее, прочее Во всем поэтический беспорядок Везде разбросаны Исписаны листы бумаги Он как дитя был рад нашему свиданию Несколько раз повторял, что ему еще Не верится, что мы вместе Заметно было, что ему Как будто несколько наскучила Прежняя шумная жизнь В которой он частенько терялся Много было шуток, анекдотов Хохот от полноты сердечной Настало время обеда Начались тосты За Русь За лицей За отсутствующих товарищей Я привез Пушкину в подарок Горе от ума Он был очень доволен Этой тогда рукописной комедией До того ему вовсе почти незнакомой После обеда За чашкой кофе Он начал читать ее вслух Я с необыкновенным удовольствием Слушал ее выразительной Исполненной жизнью чтения Потом прочел мне кое-что свое Большей частью В отрывках Которые впоследствии вошли В состав замечательных его пьес Между тем Время шло Заполнить Нам подали закусить На прощание хлопнула Третья пробка Мы крепко обнялись В надежде, может быть Скоро свидеться в Москве Ямщик уже запряг лошадей Мы еще чокнулись стаканами Но грустно пилось Как будто Как будто чувствовалось Что последний раз Вместе пьем И пьем На вечную разлуку Молча я набросил на плечи шубу И убежал в сане Он остановился на клеце Со свечой в руке Послышалось Прощай, друг Ворота скрипнули за мной Сцена переменилась Я осужден 1828 года 5 января Привезли меня из Шлиссельбурга В Читу Где я соединился, наконец, С моими товарищами По изгнанию и заточению Что делалось с Пушкиным В эти годы Я решительно не знаю Знаю только, что я глубоко чувствую Что Пушкин первый встретил меня В Сибири за душевным словом В самый день моего приезда в Читу Призывает меня к частоколу Александра Григорьевна Муравьева И отдает листок бумаги На котором написано было Мой первый друг Мой друг бесценный И я судьбу был высловил Когда мой двор уединенный Пустынным снегом занесенный Твой колокольчик огласил Молю святое провидение Да голос мой душе твоей Дарует тоже утешение Да озарит он заточение Лучом лицейских ясных дней Отрадно отозвался во мне Голос Пушкина Я не мог обнять его Как он меня обнимал Когда я первый посетил его в изгнании Увы, я не мог даже пожать руку Той женщины Которая так радостно спешила Утешить меня воспоминанием друга В своеобразной нашей тюрьме Я следил с любовью За постоянным литературным развитием Пушкина Мы наслаждались всеми его произведениями Бывший наш директор Присыл мне его стихи 19 октября 1827 года Бог помощь вам, друзья мои И в бурях И в житейском горе В краю чужом В пустынном море И в мрачных пропастях земли И в эту годовщину В кругу товарищей друзей Пушкин вспомнил меня и Вильгельма Заживо погребенных Проходили годы Ничем отрадным Не ненавивало В нашу даль Там, на нашем западе Все шло тем же тяжелым ходом В январе 1837 года Возвратившийся из отпуска Наш плацабьютант Зашел в мой номер Отдав мне отчет на мои вопросы Он с какой-то Нерешительностью Упомянул о Пушкине Я тотчас ухватился За это дорогое Для меня имя Где он с ним встретился Как он поживает И прочее Он выслушал меня в раздумии И, наконец, сказал Нечего от вас скрывать Друга вашего нет Не стану беседовать с вами Об этом народном горе Оно слишком тесно связано С жгучими оскорблениями Которыми невыразимо должны были Отравлять последние месяцы Жизни Пушкина Другим лучше меня Известны гнусные обстоятельства Породившие дуэль Это был для меня Громовой удар Из безоблачного неба Ошеломило меня А вся скорбь Не вдруг сказалась На сердце В грустные минуты Я утешался тем Что поэт не умирает И что Пушкин мой Всегда жив для тех Кто, как я его любил И для всех умеющих Отыскивать его живого В бессмертных его творениях Сбирайтесь иногда Читать мой свиток верный И долго слушая Скажите Это он Вот речь его А я Забыв могильный сон Взойду невидимо И сяду между вами И сам заслушаюсь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok